Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш круглый стол, можно назвать, но это проект Белта, экспертная среда. И сегодня, конечно, мы говорим об итогах шестого Всебелорусского народного собрания. Давайте представим тех, кто нас сначала... Точнее, это один человек, он подсвеченный сердечком. Это Михаил Михайлович Ковалев, профессор, доктор экономических наук. Один человек, я имел в виду, который с нами онлайн на связи. Михаил Михайлович, я вижу, что вы нас слышите. Слышу великолепно. Очень приятно. С нами сегодня здесь, в пресс-центре Белта, научный сотрудник Института философии Национальной Академии наук Беларуси, политический аналитик Алексей Валерьевич Дермант и эксперт Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Петр Сергеевич Петровский. Тоже философ, кстати говоря. Ну, и меня попросили, Гигин Вадим Францевич, декан факультета философии социальных наук БГУ, провести сегодняшний круглый стол. Я думаю, мы поступим таким образом, будем говорить об основных параметрах. Ну и учитывая, что у нас сегодня, Михаил Михайлович, сосредоточимся на экономических параметрах, тех итогов, которые подвело Всебелорусское народное собрание и той программы развития, которая была намечена. Но вначале давайте пойдем, то, что называется, от обратного. Президент Беларуси на старте Всебелорусского собрания подробно остановился на так называемой программе оппонентов. Вот я бы хотел уточнить у наших экспертов, что это за программа, кому принадлежит ее авторство, потому что начинают от нее отнекиваться, это не наша программа. И действительно ли те пункты, которые там были изложены, в частности по экономике, связанные с предприятиями, с рабочими местами, точнее, возможно, с их исчезновением, они актуальны. Я предлагаю здесь в студии, и затем мы дадим слово Михаилу Михайловичу. Хорошо? Пожалуйста. Я бы, наверное, продемонстрировал, что эта программа не нова и формировалась еще в 70-е, 80-е годы так называемой «чикагскими мальчиками», если в экономической части мы берем, то есть приватизация, понижение налогов, ликвидация социального государства. И после известных событий распада социалистического блока эта программа была известна как «Вашингтонский консенсус». Уже в такой специфике вместе с некоторыми геополитическими и социогуманитарными частями, я напомню, это тотальная русофобия, ликвидация любых элементов русской культуры, геополитическая переориентация. Эта программа уже известна была с 90-х годов, ее внедрение сначала в страны Центральной Европы, потом в страны Восточной Европы, так называемого Восточного партнерства при Балтике, бывшего постсоветского пространства. И президент как раз подчеркнул, что даже элементы такой программы, как это ни странно, пытались внедрить, что-то внедрили в Российской Федерации в 90-е годы. Что мы видим по этой программе? Полное игнорирование мнения белорусского народа по тем социально-экономическим желаниям общества, то есть белорусскому народу имеется запрос на социальные государства, социально-ответственный бизнес в том числе, на государственную собственность, на землю и стратегические ресурсы. С другой стороны, это определенная мультикультурность и сохранение базовых связей с Россией, с российским и русским языковым пространством, культурным пространством. Это геополитическая ориентация на Евразийский союз, это желание строить многополярный мир и систему международных отношений, нежели присоединяться к господствующему однополярному миру. Вот на сегодняшний день вот это глобальное фундаментальное различие того, что предлагает президент Всебелорусское народное собрание, от того, что предлагает оппозиция и воспроизводит. И мы помним, как это все делалось, когда оппозиционеры сначала выбросили эту программу, она засветилась в интернете, а потом начали отнекиваться и говорить, что это якобы ошибка, якобы вброс. Но это точно такая же программа, только изменение слова «Украина» на «Беларусь» была реализована, реализовывалась при Порошенко и сейчас реализовывается при Зеленске. Спасибо, Алексей Валерьевич. Ну да, я остановлюсь вот именно на этом аспекте, потому что расследование, потому что был одним из тех, кто в СМИ, в том числе российских, поднимал эту тему с программой. Напомню, что существовал ресурс, где была представлена эта программа «Перемен», так называемая. Авторами ее являлся штаб оппозиционных кандидатов, и многие представители этого штаба вошли в окружение и Тихановской, и вот этой троицы. То есть это люди не случайные, они, безусловно, продолжают заниматься политической деятельностью в штабах оппозиции. Но как только пошла информационная волна об этой программе, как только узнали, например, в России о ней, естественно, они сразу же посчитали необходимым эту программу спрятать. И сейчас, что интересно, когда читаешь аналитику американских фабрик мысли, Atlantic Council, Jamestown Foundation, они открыто пишут, что не нужно поднимать вопросы геополитические, языковые, нужно заниматься социальной повесткой о геополитике и к развороту от России, мы вернемся позже. То есть, собственно говоря, вот они эти рекомендации выполнили, но уже было поздно, программа была засвечена, поэтому отнекиваться им не удастся. Это их подспудная идеология. И президент совершенно четко на контрасте обозначил, ну, по сути, идеологию белорусского государства. Это совершенно иные подходы, мы все слышали. Но тут нужно понимать, что как бы они ни старались заретушировать свои реальные взгляды, они известны, и никого в обман, заблуждение им не удастся ввести, в том числе наших союзников из России. Спасибо, Михаил Михайлович. Там был довольно серьезный блок экономический. Мы знаем, что рядом экономистов обсуждается вопрос закрытия так называемых убыточных предприятий, старых советских гигантов. И, конечно же, возникает проблема, а куда девать рабочие руки в этом случае. Я скажу так, что программы во время выборов вывешивались одни, потом якобы экономический советник Тихановской, забыл его фамилию, обнародовал другие вещи, третьи вещи. Четкости не добьешься, но ясно из программы одно, что если бы в отношении государственных предприятий, которые сейчас, конечно, уже не занимают той роли, что было ранее, но все же где-то 38% занятых работает на госпредприятиях, она была реализована, то из этих 38% работающими осталась бы половина. И если бы одновременно было выброшено почти полмиллиона людей на улицы, то это, безусловно, создало бы огромнейшие проблемы в обществе. Что касается частного сектора, то посылы были этой программы к тому, что вот по нашей программе вы быстро разбогатеете, станете такими же крутыми, как в России. Сегодня Credit Suisse, швейцарский банк, насчитал в Беларуси где-то примерно 3400 миллионеров долларовых. Им хотелось, чтобы таких долларовых миллионеров стало больше. А как можно сделать, чтобы стало больше? Прямо это не говорилось, но завуалированно говорилось, что вот у нас зарплата иногда растет быстрее производительности труда. Это означало бы, что доля заработной платы в нашем валовом внутреннем продукте резко уменьшилась бы. Ну а если перевести в практическую плоскость, если бы реализовывалась их программа, это бы означало, что сегодня, например, каждая парикмахерша со стрижки 60% отдает хозяйке, а реализующая программа отдавала бы 80%. Каждый шофер такси на своем такси, своим бензином, собственнику-оператору отдает треть. Реализовалась бы программа, отдавал бы 50%. Официанткам кафе-ресторанов, которые были двигателями наших протестов, хозяева их, сегодня хоть маленькую на зарплату им платят, а реализовалась бы программа, перешли бы полностью только на чаевые, да и то, наверное, хозяин потребовал бы отдавать большую часть. Суть программы была в одном, что доходы на труд должны стать меньше, доходы на капитал больше. Я позволю обратить внимание про программу, потом, как вот правильно было сказано, вообще забыли о ней и не говорили, что будут делать. Кстати, вот какой-то английский институт провел у нас соцопрос, и там главный негатив был отношение к оппозиции, что нет четко заявленных целей и программ. Но одно было четко заявлено, и вот особенно в канун съезда проявлялось, любой ценой очернить проводимую в государстве экономическую политику и обвинить в любых, пусть даже самых мелких недостатках только одно лицо, главу государства, что на какой-то ферме какая-то доярка не надаивает нужного количества молока, виноват Лукашенко, что во дворе не расчистили снег, виноват Лукашенко, и так далее, и так далее. Бизнес не удался у какого-то бизнесмена. Виновата государство, но при этом он забывает о том, что где-то за 20 последних лет доля бизнеса в белорусской экономике, по крайней мере, удвоилась. Поэтому вот я бы закончил свое первое вступление таким тезисом, что мы все должны разъяснять народу белорусскую экономическую модель и те успехи, которых она добилась. И то, что, без всякого сомнения, Лукашенко уже сегодня, после 26 лет правления, стал исторической ролью в нашей истории, что в учебниках через 20-30 лет, в школьных учебниках, будет написано о Лукашенко как об историческом деятеле. Многим не нравится, что вот он, мол, долго правит, вот 26 лет. Я специально выписал небольшую сводку, что успешно долго править – это традиция белорусских земель. Напомню, Всеслав Чародей, период процветания Киевского, Полоцкого княжества, 41 год правил, при средней продолжительности жизни, 24 года. Гедемин, создавший наше совместное государство с литовцами, ВКЛ, 25 лет. Витов, 38. Казимир, Золотой век, ВКЛ, 52 года правил, полвека Золотого. Оба же Демонта, Старый и Август, Отец и Сын, один правил, 42-28, правило, правда, больше, итальянка, бонус ворца, но это был период расцвета Белоруссии, а люди правили долго. Даже последний король Речи Посполитой, выходец вроде из Брестской области, Станислав Понятовский, правил 31 год, Николай I, 30, Сталин 31. Поэтому думаю, что если даже Александр Григорьевич будет править до конца своего срока правления, это будет только 31 год, и не бог весть, вот на фоне тех цифр, что я назвал, он не будет выделяться из общей тенденции. Ну, о достижениях нашей экономики, о специфике модели я в другой раз. Хорошо, спасибо. Интересны у вас аналогии, разные люди, разные к ним отношения. Но, кстати, есть такое заблуждение, что Александр Лукашенко самый долго правящий политик в Европе. Это не так. Есть такая небольшая страна Черногория, уже член НАТО, в Евросоюз он еще не успел вступить, значит, и там есть такой Мила Джуканович. Так вот он, занимая разные должности, вихляя, виляя, политически маневрируя, находится у власти с 1989 года. Ну, тут еще можно вспомнить Лихтенштейн, где князь... Нет, ну у нас не монархия все-таки. Я понимаю, но там... И Меркель тоже немало правил. Нет, кстати, это германская традиция, у них и Бисмарк на посту канцлера долго находился, и Гельмут Коль, и Ангела Меркель. И, собственно говоря, все, кто вошел в историю, как крупные политические деятели Германии, это довольно длительное правление, исчисляющееся долгими-долгими годами. Напомню, и Коля Меркель, это 4 срока, 4 каденции. Но, тем не менее, мы поговорили о программе, кстати говоря, о программе оппонентов Александра Лукашенко, от нее так никто и не отрекся. То есть, никто же не заявил, что вот этот пункт мы не будем выполнять, и этот пункт не наш. Но к Всебелорусскому собранию было приковано внимание критиков, оппозиционеров, как внутри страны, так и за рубежом, наверное, даже больше, чем власти. И Александр Лукашенко начал собрание с благодарностью им за такое внимание. Чем это было вызвано? Причем были фейки с заведомо несоответствующей действительностью, что собрание примет Конституцию, что там будут приниматься какие-то законодательные акты, меняющиеся политическую систему, запретят белокрасно-белый флаг прямо на собрании, и так далее, и так далее. Писалось, он нарушение Конституции. Ну, ничего этого не произошло, и более того, изначально было понятно, что этого не произойдет. Почему было такое внимание? И вот в этой политической борьбе, в политическом процессе, кто здесь получил преимущество в результате проведения собрания? Власть или ее оппоненты? Алексей Валерьевич. Ну, на мой взгляд, собрание действительно, с одной стороны, поставило точку, вот в этом политическом кризисе, такую жирную, очевидную точку, потому что не удалось дискредитировать само собрание, не удалось его сорвать, и даже вывести хоть какое-либо значительное число протестующих на улице Минска. Этого не произошло. С другой стороны, собрание обозначило новую веху, произошла смена вех в развитии белорусского государства. Это касается, прежде всего, внешней и внутренней политики, на мой взгляд. В социальной сфере мы продолжаем наш курс, но определенные изменения были. Поэтому, на мой взгляд, судя по информационной повестке, власть, наконец, эту повестку навязала. То есть она предложила ходы решения, и сам ход обсуждения был таков, что и оппозиционные СМИ, и не оппозиционные зарубежные, они подхватывали каждое фактически знаковое заявление. Это, безусловно, уже успех. Кроме того, я видел, пытались изобразить все белорусское народное собрание в качестве номенклатурного собрания. Но, находясь в зале, было совершенно четкое ощущение, что, во-первых, номенклатура там явная, ну, то есть чиновники, государственные служащие, не преобладали, потому что те же самые депутаты, это далеко не госслужащие, не чиновники в подавляющей большинстве. И что бросилось в глаза, это, конечно, большое, значительное число молодежи, которые вот только вступают в активную взрослую жизнь. Они выступали много с трибуны, и в зале, в кулуарах, вот этот молодой задор, он чувствовался. Поэтому можно сказать, что здесь тоже противники попали мимо. Поэтому вот те, кто ожидал того, что там будут приниматься конституции или что-то такое, они совершенно не разбираются в белорусской повестке. Всебелорусское собрание это такой аналог Вечи, где вещи обсуждаются в откровенной форме, в том числе представителями от народа, напрямую они могут обратиться к президенту, к высшему руководству, и обозначаются основные направления, то есть какие-то большие пахальные решения. Но далее вот этот наказ и госорганы, и активисты, и те, кто на собрании был, они должны как бы реализовывать свои деятельности, разъяснять в коллективах, в регионах и так далее. И в этом смысл собрания. Не все это понимают, но это такая белорусская аутентичная форма народовластия. На мой взгляд, она достаточно эффективна, потому что волны информационные и какие-то идейные импульсы, они по белорусскому обществу и из-за его пределы пошли. И это значит, ВНС было успешно. А, Петр Сергеевич? На мой взгляд, все белорусское народное собрание демонстрирует как раз возможность и умение власти делать соответствующие выводы и делать работу над ошибками. Посмотрите, что у нас было предыдущее пятилетие. Оппозиции на предыдущее пятилетие нечего было на власть вообще плевать и что-то говорить. Форумы, диалоги, различные неформальные, формальные. Некоторые оппозиционеры не вылазили из кабинетов государственных чиновников на каких-то заседаниях, встречах и прочее, прочее. Продвигали какие-то решения. Фактически происходил процесс вовлечения, но они при этом подспудно думали, что вот таким образом они посеют смятение в среде власти и смогут при помощи подвыбора с кондачка взять, произвести вот этот мятеж, захват власти. Руководство страны и общество белорусское увидело эти механизмы, что все тут не все так просто и все, все белорусское народное собрание было направлено на то, на выделение тех некоторых ошибок, про что президент говорил, и преодоление их в ближайшую пятилетку. Фактически Всебелорусское народное собрание знаете, так жестко отрубило вот эту негативную практику предыдущей пятилетки и, сделав работу над ошибками, предложило новый совершенно сценарий развития. Оппозиция со своей же стороны вошла в ту же ошибку, повторила ту же ошибку, что в 96-м году. Тогда было то же самое. Президент сделал Всебелорусское народное собрание, а оппозиция ушла в свое гетто, пытаясь дискредитировать его, пытаясь напугать людей, как и сейчас. Что мы видим, какой результат оппозиции? На 26 лет оппозиция ушла опять в гетто, и когда власть сейчас дала ей возможность, опять же, уже если наши господа оппозиционеры не читали закона в НС, не смогли выдвинуть делегатов, им уже лично, каждому пришли приглашения, и как они отреагировали? Они не пришли туда. Почему? Потому что они совершали такую же самую ошибку. И я думаю, что у нас есть шанс теперь переформатировать все общественно-политическое поле, вырастить нормальную системную оппозицию, как в нормальной демократической стране, но при этом, при этом, на мой взгляд, сохранить вот именно систему, которую я бы обозначил, вот именно традиционную белорусскую систему солидарной демократии, где не меньшинство решает роль большинства, а большинство все-таки управляет страной. Кстати, если сравнивая вот два собрания 1996 года и нынешние, я помню, 1996 год, оно проходило во дворце спорта, ну, я не был делегатом, естественно, но я находился недалеко, и тогда оппозиции как раз удалось вывести достаточное количество своих сторонников на улице, и они были в районе кафедрального собора, так вот, где холмы, да, в Минске вот эти холмы, я помню, так было достаточно много людей, но сейчас не произошло этого, я бы обратился Михаил Михайлович с таким вопросом, практически на всех делегатов Всебелорусского собрания оказывалось давление, то, что мы сейчас называем буллингом, были угрозы и санкции, но не испугались, Михаил Михайлович? Я думаю, что делегатам пугаться было нечего, они обсуждали будущее на пять следующих лет своей страны и пути его достижения, и думаю, что главное достижение этого собрания по отношению к предыдущим было в очень большой конкретности цифр планов и, на мой взгляд, они даже кое-где занижены, я думаю, мы достигнем даже больше, поэтому практически после собрания я не видел, чтобы какие-то положения, приоритеты принятого собрания кем-то опровергались, это первое. Второе. Я уверен, что вот те цифры, которые были озвучены на этом собрании, цели поставлены, сейчас будут развернуты на области, на районы, на крупные предприятия, и уверен, что вот аналоги нашего Всебелорусского собрания надо провести на областном уровне, на районном уровне, на крупных предприятиях, обсудить цели и задачи поставленные и вклад каждого региона, тем паче, что региональная политика в этой пятилетке становится одним из приоритетов. Это же должны бы сделать и бизнес-союзы, потому что вклад сегодня частного бизнеса в экономику почти равен вкладу государственного, они тоже должны бы обсудить и наметить те цели и задачи, которых они могут добиться в следующей пятилетке. Поэтому, на мой взгляд, данное, последнее наше собрание было максимально конкретным из всех предыдущих, и мне лично понравились все экономические выступления и особенно выступления нашего премьер-министра. Я понял, что выпускники в ДИМО бывают только умными. Даже Ксения Собчак. Ну, от Цепкала я бы подумал. Я спросил про Ксению Собчакова и ответили от Цепкала. Ну, это такая, да, белорусская повестка. Но, тем не менее, нет, Ксению мы уважаем, она действительно умная, толковая девушка. По повестке самого собрания очень много поднималось вопросов. Накануне были диалоговые площадки. Двое суток практически, я думаю, все мои делегаты это подтвердим, шла такая нескончаемая работа, практически без сна. И напомню, что Всебелорусское собрание это не только трибуны, это не только кулуары, но это площадки. Постоянные делегаты обсуждали что-то, между собой общались и в гостиницах, где проживали региональные делегации. В общем-то, и тот концерт, который проходил, та концертная программа, это тоже был повод для общения во Дворце Спорта. Люди выходили, общались, поддерживали друг друга. Была очень такая приподнятая атмосфера, она царила среди самих делегатов на самом собрании. Это очень важно. Даже критики и оппозиционные аналитики, они отмечают очень высокий эмоциональный накал такой, который был на собрании, который прорывался в выступлениях и у главы белорусского государства, и у докладчиков, и в интервью, которое делали на площадке Всебелорусского собрания. Но давайте поговорим о конкретной повестке. Она очень большая, и наверняка мы все не успеем обсудить. Здесь есть и блок конституционной реформы, более широкий внутриполитический, внешнеполитический, идеологический, экономический. Поэтому я предлагаю нашим экспертам высказаться по тому блоку, который им ближе. Но уже мы понимаем, что Михаил Михайлович это будет экономический. Но давайте Алексея Валерьевича, Петра Сергеевича попросим определиться, вот что для них было важно, кроме экономики. экономика, как всегда у нас за Ковалева. Мы говорим экономикой Беларуси, подразумеваем Михаила Ковалева, говорим Михаила Ковалева, подразумеваем экономикой Беларуси. Пожалуйста. Наверное, самые важные две части были, это трансформация внешнеполитической доктрины Республики Беларусь. Я бы так сказал, ее еще более приземленный, реалистичный и прагматичный характер. То есть предложение снять вот этот пережиток 90-х годов нашей Конституции как стремление к нейтралитету. Последние два десятилетия продемонстрировали, что даже те страны, которые декларируют свой нейтралитет, на самом деле никакие не нейтральные. И второй момент, это все-таки пересмотр концепции интеграции интеграции. Если раньше мы говорили про интеграцию интеграции как сопряжение Евразийского союза с Европейским союзом или Трансатлантическим каким-то сообществом, то сейчас, исходя из того, что усиливается противоречие Китая и Запада, и мы не питаем иллюзии насчет коллективного Запада, ставится задача как раз, что интеграция должна быть сопряжение евразийской интеграции с одной стороны, с другой стороны инициативы Китая «Один пояс, один путь». Приоритет делается максимально на Российскую Федерацию, на Евразийский союз. Мы отбрасываем все вот эти иллюзии насчет восточного партнерства, которое фактически был мяч на стороне Европейского союза, который так и не был переброшен Республики Беларусь. И мы видим достаточно агрессивную, на мой взгляд, реакцию ЕС и США, недружелюбную в отношении нас. Второй пункт, это, конечно, конституционная реформа. Четко обозначены сроки ее выполнения, направление, что сильная президентская власть должна быть сохранена, а с другой стороны, конституционный характер Всебелорусского Народного Собрания. Если нашу коллегу по скайпу продолжить, то роль Александра Григорьевича Лукашенко огромна, и философия, и принципы его управления, подходы к государству, строительству государства, развитию государства, такой коллективный Лукашенко должен быть институализированный. Я думаю, что Всебелорусское Народное Собрание это тот институт коллективного Лукашенко, который продолжит его дело, и который надеюсь не будет стыдно передать в том числе некоторые функции. Спасибо. Я хотел уточнить вопрос для Алексея Валерьевича. Надо здесь на круглом столах поднимать и какие-то сливать инсайды. У вас Всебелорусское Собрание было чем еще важно? Там можно было прямо пообщаться с министрами, премьер-министром, даже президентом. Я знаю, что у вас состоялась какая-то интересная дискуссия с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, одним из главных ньюсмейкеров этого собрания. Вы даже о чем-то спорили и в итоге вы ему даже что-то подарили. Расскажете об этом или нельзя? Почему же? Можно рассказать. Мы немножко поспорили вот про тот казус с Костюшко, когда представитель посольства Российской Федерации немножко поспорил на сайте вернее в Твиттере Национального музея о том является ли Костюшко национальным героем. Я высказал в Телеграме свое мнение. На мой взгляд Костюшко не является белорусским национальным героем. Ну и вообще наверное спорить публично про такие вещи представителям дипломатических ведомств не стоит. Об этом должны спорить историки на конференциях. Но вот просто министр иностранных дел как бы спросил почему у меня такая позиция. Объяснил свое отношение. Потом рассказал про позицию посла Российской Федерации. Тот тоже пожурил своего сотрудника за такую горячность в историческом споре. Ну а потом на второй день услышав выступление Владимира Владимировича и о том что будет новая внешнеполитическая доктрина я решил ему подарить книгу свою Беларусь Евразия по граничам России Европы которая может быть на мой взгляд полезной в том числе в определении каких концептуальных основ будущей внешней политики Беларуси. Он естественно принял сказал что изучит. Вот ну это к вопросу о том что можно во время собрания совершенно обычным людям там не обязательно аналитикам спокойно пообщаться и с высшими государственными чиновниками о чем-то поговорить спросить и так далее вот относительно повестки я тоже отметил кое-что и в повестке внешнеполитической и внутреполитической но я увидел очень интересный нюанс выступлений заместителя начальника генерального штаба республики Беларусь Павла Муравейко он подтвердил тезис министра иностранных дел о том что необходимо отказываться от конституционной нормы о нейтралитете но еще он сказал о том что нужно в конституции закрепить наше ну скажем так по сути блоковое положение положение о коллективной безопасности речь идет безусловно о блоке о ДКБ и о том что в конституции возможно со стороны военных нужна такая норма далее очень интересный был тезис у председателя КГБ Ивана Тертеля на мой взгляд очень сильный тезис после которого предатели и беглецы в эмиграции наверное немножко занервничали он сказал что продолжая традиции славные советских чекистов этих самых предателей и преступников приступивших к красную черту комитет будет искать в том числе за рубежом и даже найдет спустя через десятилетие это такой сильный тезис и еще интересная была диск важно для слушателей уточнить что специфика белорусского КГБ КГБ БССР после войны это был как раз розыск лаборационистов которые сотрудничали с нацистскими оккупантами все знали об этом и этот поиск продолжался постоянно и многие из тех кто был виновен в годы великой отечественной военных преступлениях против своего народа на стороне немецких оккупантов были разысканы как раз таки благодаря усилиям белорусского именно КГБ об этом знал весь союз и тезис о партийном строительстве мы слышали достаточно осторожное мнение президента хотя он сходу не отвергает саму идею необходимость партийного строительства акцент он делал на необходимости ну такого естественного процесса роста снизу а не искусственности но в ходе собрания в выступлениях мы услышали что ряд например общественных организаций таких как Беларусь уже созрели и даже перезрели к созданию политической партии мне кажется президент этот тезис услышал и скорее всего мы увидим вот этот процесс партийного строительства тем более нужно сказать признать что с оппозиционной стороны была довольно сильная заявка выступление Юрия Воскресенского было достаточно убедительным и мы видим скорее всего увидим проявление каких-то политических легальных сил вот с этой стороны фланга условно говоря партий или движений умеренной но системной оппозиции которая безусловно нужна в нашем государстве то есть вот эти подвижки посылы были очевидны но и меня это радует то есть политическая жизнь оживляется спасибо Михаил Михайлович вам слово об экономике спасибо я первое что хотел бы поддержать Петровского о белорусской модели экономического развития вне зависимости от того рано или поздно у нас ясно сменится президент но мне как экономисту поведавшему и Советский Союз и переходную экономику я был советником Шушкевича и нынешнюю экономику я голосую за то чтобы та модель экономического развития которая у нас была сохранилась ну может быть где-то каких-то нуждается в косметических улучшениях напомню ее главная черта и о ней неоднократно президент говорил на совещании на нашем съезде это социальная справедливость расслоение населения я приведу только одну цифру по данным организации объединенных наций есть так называемый коэффициент Gini который измеряет неравенство населения внутри страны так вот он у Беларуси равен 25% и мы вместе со Словакией делим третье четвертое место в мире из 190 государств вперед мы пропустили чуть-чуть там на десятые доли процента Чехию и Словению даже скандинавские страны Дания Швеция и так далее имеют этот коэффициент не 25 а где-то уже 27 то есть мы были есть и как объявил президент и будем социально справедливым государством в котором равными правами пользуются вне зависимости от богатства поэтому в всевозможных рейтингах человеческого развития он если их корректируют вот на этот показатель социального равенства мы занимаем где-нибудь места 45 там вот так в мире по гендерному индексу то есть равенства мужчин и женщин мы занимаем 31 место в мире я думаю что если бы кто-то делал рейтинг там по равенстве религий мы вообще бы наверное вошли в тройку мировых лидеров и так вот первая и главная черта это социальная справедливость но она помогла белорусской экономики достаточно быстро расти вот выхватывают какие-то две цифры интерпретируют и пытаются сказать что-то нехорошее но есть одна глобальная цифра которую очень хорошо знают экономисты это доля экономики в мире вот доля небольшого государства Беларусь в мировой экономике эту долю непрорывно ежегодно считает международный валютный фонд так вот в девяносто пятом году она была всего 0,10 процента уже к четырнадцатому году она была 0,17 процента то есть где-то за девятнадцать лет мы увеличили свою долю и свою это значит значимость в мировой экономике в 1,7 раза я посчитал и сравнил у соседей Польша Литва ничего подобного их увеличение существенно меньше да они и поляки и литовцы живут чуть богаче чем мы это так называемый валовый внутренний продукт на душу населения но если мы тщательно посчитаем то окажется что отличие было таким же и в девяносто пятом году они стартовали с более высоких позиций а наоборот мы их стали догонять но я лучше приведу только две цифры по догонянию в девяносто пятом году когда у нас стала президентская страна наш жизненный уровень то есть это международный валютный фонд называет валовый внутренний продукт по паритету покупательских цен ну то есть по американским ценам составлял только 20% от среднего по будущим странам ЕС в этом году мы по итогам года особенно с учетом того что мы просели там меньше чем на 1% из-за ковида а страны Европы многие просели на 8-10% мы дошли до половины ВВП то есть да действительно надо прямо и честно сказать что пока мы производим товаров и услуг на душу населения где-то половину от среднего западного европейца но в 95 году это было только 20% одна пятая от этого дела поэтому вот на мой взгляд то что было принято в белорусской модели и то что объявлено будет сохраняться и вот вчера подкреплено на примере мотовело и на следующую пятилетку это правильная тактика вторая наша была после социальной воровительства главная черта это сохранение и модернизация государственного сектора даже мотовело мы сохранили хотя мы понимаем что китайцы велосипеды делают дешевле чем мы ну не умеем мы так делать но вот я по итогам даже прошлого ковидного года посмотрел бытует миф о том что якобы госсектор имеет только убыточные предприятия крайне нерентабельные я убедился вот статистика по итогам двадцатого года рентабельность продаж это главный показатель у госсектора он 6,9% участников в целом по стране 7 с небольшим ну практически разницы нет а вот если мы возьмем число убыточных предприятий то среди крупных государственных предприятий убыточных даже меньше чем среди множества мелких частных предприятий то есть на самом деле миф о чрезвычайной убыточности нерентабельности госсектора неверен неверен также и миф о чрезвычайной его значимости для нашей экономики вот по итогам двадцатого года на госпредприятиях работало только 38% занятых в экономике остальные работали на частных иностранных и так далее еще один наш ориентир который показал успех и правильно запланирован на следующую пятилетку это экспорта ориентированность экономики чтобы не переутомлять цифрами приведу только две экспорт в девяносто пятом году первом году президентской республики был всего пять миллиардов уже в двенадцатом году он был пятьдесят два миллиарда то есть вырос более чем в десять раз сейчас правда цены на нефть упали и он несколько сжался но все равно даже за все двадцать пять лет наш экспорт вырос в семь раз и поэтому намеченное на следующую пятилетку о том что мы к концу пятилетки будем при любых ценах на нефть иметь пятьдесят миллиардов экспорта по-моему абсолютно верен будет выполнен так же как и скорректированная новая стратегия что все-таки мы будем чуть больше продавать в страны Евразийского Союза и в Россию нам любой ценой надо скорректировать отрицательная торговая сальга с Россией потому что главные проблемы вот скажем последних семи лет нашей экономики когда она медленнее росла чего ранее вызваны одним это уменьшением емкости российского рынка из-за санкций емкость российского рынка резко уменьшилась мы напрягались мы увеличили свою долю ранее она у нас была где-то на уровне четырех процентов сейчас мы на российском рынке имеем почти шесть процентов четвертые по поставке товаров в Россию после Евросоюза Китая и США мы идем на четвертом месте но ясно что там приходится трудно но здесь я бы сказал так вот будущая встреча нашего президента и Путина надо поднимать на самом высоком уровне проблему что Россия должна помогать нам сбалансировать торговлю с Россией чтобы мы вышли на нулевое сальдо потому что если чистый экспо для нас отрицателен для России положителен эти цифры вынимаются из нашего ВВП и добавляются к Российскому наконец добавлю вот приоритеты следующей пятилетки и чего мы уже достигли мы хотим сделать интеллектуальную страну то есть рост инноваций действительно запланированы очень хорошие проекты с китайцами с биотехнологической корпорацией потому что даже в этом трудном году наше сельское хозяйство добавило где-то почти 5% и наш экспорт молочки и мяса за счет Китая вырос почти на 5% по сравнению с доковидным годом поэтому понятно что нам нужны те новые корма которые сделает биотехнологическая корпорация равно как и нужно чтобы парк высоких технологий который стал одним из мировых лидеров по компьютерным программам продолжал вот тот бурный рост который выразился в этом году в 2,5 миллиарда долларов скажем в социальных сетях распространяют всякие глупости о том что какая-то релокация компьютерных фирм и так далее я как член наблюдательного совета ПВТ могу сказать что число фирм не уменьшилось и наоборот точно знаю что американские или там европейские хозяева посчитав сколько будет стоить релокация дали команду директорам белорусских фирм объявить фирмам что за прогулы которые могут быть из-за посадки на сутки человека будут с компьютерной фирмы увольнять либо мы тебя наняли писать компьютерные программы либо ты будешь заниматься политикой поэтому уверен что и этот сектор экономики будет развиваться успешно еще о целях и задачах следующей пятилетки как-то мало было наверное сказано о том как много мы стали получать от транзита услуг приведу только одну цифру когда мы перешли к президентской стране экспорт транспортных услуг был всего 200 миллионов долларов сегодня он уже 4 миллиарда это в первую очередь конечно благодаря полмиллиону контейнеров перевезенных из Китая в Евросоюз по территории нашей страны поэтому резюмируя хочу сказать что я считал что белорусская модель доказала свою правильность теми цифрами о которых я говорил и я надеюсь что она будет сохранена в будущем но понятно как правильно сказал президент перемены и адаптация к ситуации всегда нужны спасибо Михаил Михайлович позвольте да я пару слов тоже скажу о важных аспектах безусловно внешнеполитическая доктрина можно сказать Беларуси она корректируется я бы сказал что мы избавляемся от неких иллюзий которые были раньше иллюзий многовекторности и многовекторности мы все слышали трактуется теперь прежде всего в экономическом плане но и здесь с определенной корректировкой о чем говорил Михаил Михайлович в пользу России вот эта теория трех третей идеалистическая она тоже остается в прошлом трех третей белорусского внешнеторгового оборота очевидно что Россия останется нашим доминирующим внешнеторговым тоже партнером и в этом нет ничего плохого вот мы приводили пример Канады которая торгует США и США естественно доминирует в торговле Канады и при этом Канада является членом большой семерки одним из ведущих мировых экономических игроков поэтому подобные страхи не совсем оправданы и внутриполитическая повестка была окрашена и достаточно смелыми идейными даже идеологическими предложениями чего раньше белорусская власть опасалась фактически при заявленной наличии государственной идеологической вертикали на протяжении почти двух десятков лет проводилась политика дезидеологизации общества ну вот боялись где-то какие-то акценты расставлять уходили от оценок исторических о чем частично здесь Алексей Валерьевич говорил сейчас прозвучало четко что мы ориентируемся и не надо этого бояться на лучшее достижение советского прошлого прозвучала идея о 17 сентября либо 14 ноября как дне народного единства то есть вот эта вот дата когда боялись соседи где-то обидеть воссоединение западной Беларуси и БССР о котором все присутствующие за этим столом говорили многократно не только мы есть огромный запрос общества на то чтобы мы вот эту дату борьбы точнее вообще факт борьбы западной Беларуси за воссоединение с БССР более акцентировали и целый ряд других инициатив акцент на таком патриотизме даже эмоциональном что неплохо вот эта акция которую челлендж запустил министр Макей люблю Беларусь те абсолютно такие духоподъемные как говорится выступления которые изучали от представителей молодежи мы помним сотрудника Беларусского металлургического завода и других ребят вот этот общественный запрос на патриотизм на его конкретную окраску на популяризацию нашего гордого национального знамени государственного знамени безусловно это все присутствовало и это было четко артикулировано с конкретными поручениями органам власти проводить эту политику уже непосредственно на места что касается конституционной реформы то я бы здесь некоторые моменты критически разобрал мне показалось что есть желание и даже некоторых представителей политических партий вот это повышение роли партии несколько отложить вот дескать они должны подрасти а потом так не бывает либо мы сейчас уже приступаем к полноценному партийному строительству а что должно в этом плане сделать государство задать параметры через конституцию и другие законы потому что если мы пойдем иным путем будем ждать пока партии подрастут а затем значит будем проводить партийное строительство к сожалению мы упустим момент вот здесь очень важно это понимать ну и прозвучало всегда необходимо видеть угрозы которые возникают и вот оголтелое реформирование которым призывают или более радикальное реформирование какова главная угроза это создание олигархической республики кому-то может не нравится жесткий авторитарный стиль правления Александра Лукашенко как его называют ну и он сам сказал да я авторитарный руководитель мы собственно говоря здесь говорили что в Беларуси есть признаки авторитаризма и ничего плохого в этом нет все страны мира через это проходили на определенном этапе своего развития но вот это оголтелое реформирование бездумное может привести к возникновению олигархической республики а что это значит это значит что чрезмерно богатые люди просто будут скупать политические силы и возникает иллюзия якобы демократии в которую сам народ не верит и это для демократии гораздо более серьезный гораздо более серьезный вызов когда люди вроде бы провозгласив демократию ее не имеют когда демократия сводится к только формальному соблюдению опускания бюллетеня в урну и потом на этом она заканчивается это это ставит под угрозу перспективы вообще развития национальных государств и мы это видим на примере наших соседей создание олигархических республик когда магнатские группировки захватывают власть у нас были и в истории посмотрите вот здесь Михаил Михайлович вспоминал что такое речь посполитая это полноценная олигархия где магнаты фактически приватизировали государственную власть и это привело к чему к развалу этого государства исключительно по внутренним причинам поэтому конечно конституционное реформирование должно идти взвешено но вот президент обозначив эти угрозы сказал и другие выступающие о том что мы откладывать все таки конституционную реформу не имеем право и срок был обозначен у нас до 18 января должны пройти местные выборы и эти местные выборы пройдут скорее всего будучи сопряжены с республиканским референдом то есть в течение вот этих примерно 11 месяцев должна работать конституционная комиссия много говорили о конституционном статусе Всебелорусского Народного Собрания но практически никто на собрании не сказал как это будет видимо откладывая вопрос до будущего сейчас вот откладывая для повестки дня конституционного собрания сейчас вот в комментариях которые выходят очень много путаницы с моей точки зрения потому что нужно четко понимать что Всебелорусское Народное Собрание это не парламент это не партия это не массовое движение по своему характеру и так как это прописано это консультативно-общественный орган то есть различные представители общественности эксперты они как бы консультируют и рекомендуют правительству те или иные решения с которыми он может либо согласиться либо не согласиться и основной документ это резолюции даже если вы посмотрите программу социально-экономического развития о которой говорил профессор Ковалев это же рекомендация которая затем уже утверждается нормативно-правовыми нормами государства вот как собрание которое собирается раз в пять лет в таком количестве работает ограниченный срок его полномочия продлить каким образом сделать его гарантом стабильности вот это большая серьезная работа как минимум с моей точки зрения нужно создавать уже сейчас естественно это как на общественных началах рабочие органы это и президиум это и оргкомитеты на местах здесь тоже правильно прозвучало регионализировать регионализировать это собрание участвовать в принятии тех или иных решений на уровне консультативных органов и тогда постепенно выкристаллизуется и конституционная роль собрания пока еще раз говорю есть идея есть заявка но мы не видим конкретного механизма мы не видим конкретного инструментария он должен появиться этот инструментарий и безусловно было понятное был понятен запрос и это запрос общества на стабильность на стабильность я не уверен что можно говорить вести речь о том что вот точка поставлена в политическом кризисе скорее нужно говорить о завершении определенного этапа и в этом плане всебелорусское народное собрание стало веховым веховым событием оно показало силу власти ее уверенность в своих силах наличие достаточно широкой общественной поддержки это очень важно и на внешнеполитической арене для того чтобы выстраивать стратегию и другие государства видели с кем иметь дело в Беларуси кто реально контролирует ситуацию пользуются ли общественной поддержкой да эта поддержка есть и это должны признать и оппоненты власти ну и важен здесь посыл в контексте политики все-таки власть не отрицает плюрализма мнений понятно что Александр Лукашенко довольно такой жесткий прямолинейный стиль донесения информации он харизматик это харизматический лидер который привык таким образом выстраивать свое общение свою коммуникацию но никто не будет отрицать искренность этой коммуникации и готовность выслушивать различные точки зрения и в этой связи мне кажется что те оппозиционные политики которые не пришли по тем или иным причинам на собрание нужно сказать прямо не пришли в условиях давления которое было на них оказано я некоторых из них знаю и я уверен что если бы зависело только от них какое решение принять они были бы на собрании но на них оказывалось достаточно серьезное давление и под этим давлением они допустили ошибку поскольку вот из того что сегодня было сказано на круглом столе если бы они участвовали это не столько собрание бы укрепило сколько бы их самих участие любого из приглашенных в собрании его прямое общение даже с острыми вопросами с очень острыми вопросами которые были бы обращены и напрямую к президенту и к министрам губернаторам силовикам которые там были представителям средств массовой информации они бы их позицию показали они были бы тоже в том числе ньюсмейкеры как и делегаты всебелорусского собрания поэтому мне кажется что сейчас всем гражданам Беларуси настало время пользоваться вот теми диалоговыми площадками теми возможностями для общения для донесения своей точки зрения но вот этот посыл собрания нужно уважать точку зрения других людей посмотрите президент начал с программы своих оппонентов он ее раскритиковал но обозначил не проигнорировал нельзя игнорировать точку зрения другой стороны пытаться ее маргинализировать мне кажется власть этого не делает но важно ну она не маргинализирует она прислушивается даже иногда спрашивают оппозиционеров те молчат она сама за них начинает проговаривать их в точку зрения их идейную программу мы должны начать нормально разговаривать различные политические силы где-то переступить через свои амбиции и фактически власть таким образом она протягивает руку своим оппонентам сейчас нужно выстраивать эти формы диалога искать конечно это путь будет непростой есть обиды есть претензии взаимные есть уже даже возникшие такие стереотипы есть определенная мифологизация которая всегда присутствует в любом политическом процессе но нам предстоит еще преодолеть и многие говорят а при чем тут конституционная реформа так вот конституционная реформа она институционально задает возможность для такого диалога через подачу своих предложений по изменениям конституции либо отрицание этих предложений это нельзя диалог выстраивать ни с кем и диалог выстраивать нигде всегда нужны конкретные представители и нужна конкретная площадка такие представители легальные в Беларуси есть это и политические партии это и общественные движения это и профсоюзные организации и этот список можно продолжать нам предстоит большая политическая компания это и компания связанная с реформой конституции политической трансформации а ее таким одним из выражений и проявлений тестом кстати говоря для белорусской политической системы станут местные выборы я бы эту повестку все более и более актуализировал поскольку в этом году местные выборы неважно пройдут они в конце этого года или в начале следующего местные выборы станут одной из главных политических тем и это тоже звучало на собрании ну вот это то о чем я хотел сказать если коллеги еще готовы добавить я наверное бы призвал наших оппозиционных партий и лидеров прежде всего не запрещать своим членам партии ходить на диалоговые площадки потому что я лично столкнулся с тем что многие рядовые члены оппозиционных партий оказались перед дилеммой лишиться членского билета либо пойти на диалоговую площадку мне кажется это не демократический путь второй момент ну надо немножко привести в реальность чувство собственного величия когда некоторые руководители политических партий которые по всем нормам не соответствуют законодательству требуют что они будут вести диалог только с президентом давайте все таки будем реалистами и вести диалог не ставить жесткие ультиматумы которые не соответствуют реалиям ну и главный момент в этом плане наверное это то что государство и власть не боится в том числе и идеологических посылов потому что я помню нулевые годы когда создавалась идеологическая вертикаль власти все это создавалось в таком ракурсе что мы посмотрите политика де идеологизирована нету идеологии а что мы увидим в итоге лиссабонская лиссабонская соглашение в ес где второй статье четко прописаны конкретные идеологические нормы общее обязательное для всех это европейские ценности более того имеются прецеденты введения санкций против членов ес за их невыполнение второй момент мы видим других стран и страны ес типа венгрии которые вот другие идеологические посылы мы видим китайскую народную республику мы видим всенародное голосование в россии с идеологическими вещами поэтому мне кажется если мы в конституцию закрепим какие-то идеологические ценности например социальная справедливость традиционные ценности ценности победы в великой отечественной войны это не будет лишним это просто-напросто мы четко очертим что у нас на чем строится наша модель еще один тезис последний не надо бояться отделять нашу политическую модель от западной модели да мы не либерально буржуазная система я над делаю акцент на то что либерально буржуазную систему наверно лучше не называть демократии все-таки это плутократия то что мы критикуем наша система солидарной демократии и нашим оппонентам надо задавать как они пытаясь их ее внедрить вот эту либерально буржуазную систему как они готовы ее внедрять в ситуацию чрезвычайно геополитического положения алексей валерьевич целую книгу написал на этот счет как она будет действовать в этой ситуации ведь примеры коллег украина молдова грузия демонстрирует ее полную неэффективность полный коллапс в этом отношении да ну я кратко поддержу тезис о том что вот этот год а наверное последующий период это не возвращение к прошлому да вот кто и всем наверное милой стабильности мы входим в ревущие двадцатые и необходимо продолжать вот этот мобилизационный некий настрой у себя в стране тем более что опять же я обратил внимание президент очень четко уловил вот эту волну патриотизма которая поднялась он обратился к этим людям и сказал что вот если вы уж в политике оказались то не уходите из нее вы будете востребованы и окажетесь нужными вот в этот момент трансформации системы активного парт строительства это очень важно потому что сработал пусть и скажем так не по воле там доброй да но социальный лифт люди активизировались это патриотическое движение уже очевидно возникло мы видим как меняется облик и сми белорусских то есть мы как-то встрепенулись проснулись дома мобилизационный некий режим вошли и этот режим нужно сохранять потому что легче по крайней мере вот в обозримой перспективы не будет нам понадобится вот это когорта идейных заряженных людей которые действуют именно в интересах родины готовы создавать структуры на которые потом будет опираться власть вот этот самый коллективный лукашенко которым часто тоже коллегам а петр говорит поэтому все только начинается мы выстояли но дальше нам предстоят не менее ответственное решение и не менее ответственный период спасибо я думаю что мы на этом наш круглый стол можно завершать всем большое спасибо